Есть ли вероятность того, что Путин воспользуется ядерным оружием? Если есть такой вот план, готово ли окружение Путина пойти на такой безумный шаг для всего человечества, с вашей точки зрения? Мне кажется, что касается стратегического ядерного вооружения, то есть нанесения стратегических ударов по странам, поддерживающим Украину, потому что если нанести удар стратегическими ракетами по Украине, то пострадает от этого Россия тоже. То есть речь идет о нанесении ядерного удара стратегическими ракетами по США, условно говоря. Но я в это не верю совершенно. Путин не безумец, он прекрасно понимает, что его ядерная мощь несопоставима с ядерной мощью НАТО и Соединенных Штатов в частности. Из него котлету сделают, да даже не котлету, а фарш. Если он только подумает, нажать на эту кнопку. Что касается тактического ядерного вооружения, здесь сложнее вопрос, потому что можно бомбить ядерными зарядами действием на радиусом километр, пять километров, десять километров. Вот здесь варианты возможны. Конечно, варианты возможны. Пойдет ли на это Путин, трудно мне сказать. Пока ему это не нужно. Он имеет в своем арсенале все необходимое вооружение для того, чтобы пытаться сломить сопротивление украинской армии. Я подчеркну пытаться, потому что армия у нас очень сильная и она обладает уже, спасибо странам НАТО, вооружением, которое не снилось России. Но если Путин будет видеть, что терпит крах, как отчаяние, ну теоретически я допускаю, что он может воспользоваться тем, что использует против Украины тактическое ядерное вооружение. А тогда что может сделать его окружение? Поддержать его? Они же понимают, что это безусство. Надо понимать, что из себя представляет его окружение. Я не вижу там людей, способных зайти Путину в кабинет, достать пистолет и выстрелить ему в сердце. Ну я не вижу таких. Это покорные бараны, которых он воспитывал в течение долгих лет, которые лояльны к нему абсолютно, которые понимают, что они замазаны кровью, они плывут с ним вместе, они отвечать с ним вместе будут. Чистое стадо. Мы же видели это заседание исторического уже Совета Безопасности России, когда Путин их вязал кровью, просто будущей кровью вязал, как в банде вяжут. Поэтому ждать, что к нему придет Матвиенко или Нарышкин, или Медведев, или кто-то еще, или Патрушев, это наивно. А как насчет олигархов из России? Мы видим, что в последнее время что-то с ними происходит. Уже несколько умерли бы чуть-чуть. Забудьте об олигархах. Они в стойле стоят и жрут траву, которую им разрешили жрать. Это люди глубоко зависимые, которые держат не свои деньги у себя. Это же не заработано ими. Им дали подержать чужие деньги, путинские в том числе. Поэтому от них не ждите ничего. Ни от одного олигарха ничего не ждите. Только какой-то олигарх захочет выступить публично, конкретно против Путина, ему пришлют новичок и может быть кое-что еще. Наглядно для остальных. Значит, нет никакой опасности для жизни Путина, для его дальнейшего пребывания в посту президента России. Вы не видите вот такой опасности. Для жизни Путина я пока опасности не вижу. Пока. Что касается его пребывания на посту президента России, опасность есть, она исходит от Украины. Если наша армия сможет достичь серьезных успехов, если в Россию пойдет еще больше гробов, если Россия окажется благодаря нашим западным партнерам без денег, без средств существования и без надежды, вот тогда пребывание Путина у власти может быть прервано.